Добрый день. Сегодня немного прикоснемся с теми Лагба Омер. Надеюсь, всем известно, мы находимся посередине праздника Сверата Омер, начиная со второго дня Песоха, и так 49 дней Тешевуота евреи отчитывают эти дни. Посередине отчета есть один особый день. Лагба Омер. Это 33 день отчета Омера. Слово Лаг состоит из букв Ламет, числовое значение 30, и Гиммер, числовое значение 3, вместе 33. Лагба Омер. Особый праздник. В особенности его ждут дети. Знаете, сразу после Песоха у них полная занятость, свободное от учебы время. Все, что может гореть, тщательно собирается, заготавливается к этому дню. В этот день вечером все они собираются вместе, жгут костры, картошку пекут, кумзы сделают. А, пришел долгожданный Лагба Омер. Запахи костра стоят по всему Израилю. Одним словом, этот день незабываемый. Особенно для пожарников. Работы на целую ночь. Заодно, кто повзрослее, едет к могиле Ражби, на горе Миро, сотни тысяч людей вместе молятся, поют, едят, все вокруг костров, кто был, говорит, что это совершенно необыкновенное, действительно незабываемое зрелище. Это еще не все. Заодно можно увидеть, как небритые мужчины вдруг в этот день побрились, звуки музыки раздаются, свадьбы устраивают. Итак, что тут происходит? Чего жгут костры? Чему радуются? Чем этот 33-й день отличается от других? Чтобы на это ответить, надо обратиться к прошлому. Скорее всего, там ответ. Действительно. В этот день, в эту дату, в прошлом, как указывают мудрецы, произошло несколько событий, которые продолжают влиять и до сегодняшнего дня. Первое связано с судьбой учеников знаменитого еврейского мудреца Раби Акива. Он жил в эпоху, сразу после разрушения второго храма. Его история, надеюсь, всем известна. Буду ее повторять. Вписывается в Талмуде, что у Раби Акива было 24 тысячи учеников, и все они умерли в дни между Песохом и Шабуотом. Была страшная эпидемия, каждый день умирало по несколько сотен учеников. Поэтому в течение 32 дней омера не играют свадеб, не устраивают никаких веселей, и даже не стригутся, и не бреются, и принято слушать музыку. Это дни траура. Надеюсь, вы все это знаете. А вот на 33-й день в Лак-Ба-Оме эпидемия среди учеников Раби Акива прекратилась, и он стал днем радости. В этот день прерывается период траура, установленный мудрецами, связанный с трагическими событиями прошлого. Это одно из мнений, причины празднования этого дня. Другая причина. Этот день связан с памятью о легендарном мудреце торе Раби Шимоном Барью Хайм. Его вкратце называют Ражби. Он автор книги Зо. Этот день, Лак-Ба-Оме был последним в нем его жизни. Он провел его в кругу своих учеников, раскрывая самые глубинные тайные торы. Поэтому и жгут костры. Какая связь? Может быть, чуть дальше увидим. Есть еще одна причина. По мнению Аризоля, в этот день Раби Шимон Барий Хайм был посвящен в раввин. Так или иначе, надо признаться, что тот факт, что мудрецы установили на все поколения отмечать эти дни в начале траура, а потом радостью, слегка удивляет. Давайте спросим откровенно. В бурной трагической еврейской истории чего только не происходило. И на фоне этого пробуждается вопрос, а что особенного в перечисленных событиях, чтобы хранить о них память навеки? Как это к нам соотносится? Знаете, однажды так и спросили. Вот, мол, никак не пойму, почему трагедия, которая случилась с учениками Раби Акивы, обязывает нас 32 дня держать траву. Я понимаю, держать траву по родственникам, но они же нам не родственники. Так почему же мы должны держать траву по его ученикам? Интересная постановка вопроса. Более того, как мы упоминали, в еврейской истории было много-много трагедий. И никаких упоминаний о них нет. А тут траур и на все поколения. Действительно. Почему? На протяжении тысячелетий у нас было много пророков и величайших мудрецов Торы. Они все в конечном итоге покидали этот мир. Но никто костры из-за этого не жжел. И другие мудрецы были посвящены в раввины, но память об этом никто не хранит. Чем отличился рыбийший Мамбар Юхай? Как это поменять? Что особенного в этих событиях? Чтобы хоть как-то в этом разобраться, надо чуть предысторить. Смотрите, эта тема необыкновенно объемна. И если по порядку, то до утра тут сидеть будем. Поэтому заранее прошу прощения, придется сказать минимум. Заодно это занятие больше рассчитано на подготовленных слушателей. В основном к ним я и обращаюсь. Знаете, может, начну с середины. Чтобы вас заинтриговать, приведу вам Агады Турпи, самую непонятную часть Толмуда из трактата Миноход, 28-я страница. Это мой приблизительный перевод. Только предупреждаю, ничего буквально не понимать. Сказано там так. Когда поднялся машина небеса, представил перед ним образ Творца и увидел Машель, что Творец занимается каким-то странным делом. он как бы прикрепляет к буквам Торы короны. Не знаю, видели вы или нет. Видели, как пишут буквы в Торе? Не в печатной, а оригинальной, в свитке Торе, в синагоге. У части из них есть такие, знаете, короны, такие на верхушке букв. Представьте буквы Торы, к примеру, Гимель. И наверху такая коронка. Ее рисуют как триада, исходящая из одной точки, типа шина. А вот над буквой дали, корона другая, там она состоит из одной палочки. Так вот, застал Машель Творца в тот момент, когда он приделывал эти короны к буквам. Просил его Машель для чего это? Третьему Творец это не для тебя. Это для одного человека, который будет жить в следующих поколениях. Звать его будут Акива Бенюсех. Он будет толковать, выводить из каждого знака, из каждой короны огромное количество закона. Попросил Машель, покажи мне его. Ответил ему Творец, ну, хорошо, иди, сядь у него на последнем ряду. И так и было. Переместился наш учитель Машель по времени в будущее. Вот сидит и слушает он урок раби Акива. Слушает, слушает, и слова не понимает. И уже силы покинули его от усилий понять. И тут дошел раби Акива до одного вопроса. И спросили его ученики, раби, откуда это? Ну, ответил им так, раби Акива, ну, это Аллахара Машема Синай. Это закон, полученный Машей на горе Синай. А Машей там сидит. И как только Машей это услышал, как-то полегче. Да? Это только первая часть. Дальше скажем продолжение. Но уже этого достаточно все как-то загадочно и пробуждает много вопросов. Попробую спросить часть из них, которая касается нашей темы непосредственно. Во-первых, вроде всем нам известно, что Туру получил наш учитель Машей. Он источник, он непререкаемый авторитет, и кто больше его может постичь глубины Торы. А тут вроде получается, что раб Якива, который жил еще 200 лет после него, как бы лучше в ней разбирается? Да? Дает урок и сам учитель Машей не понимает его? Как это понимает? Во-вторых, чем отличается раб Якива, что именно для него Творец прикреплял корону? Ведь было много других знаменитых мудрецов Торы во всех поколениях. третьих, получается, что Тора связана как-то с этими двумя именами. Наш учитель Машей и Раб Якива. Как будто есть А, Машей и Тора Раб Якива. Ну, эти вопросы будут у нас и отправной точкой. Чтобы на них ответить, надо немного навести порядок в событиях и фактах, связанных с получением Торы. Любой еврейский ребенок знает, что наш учитель Машей получил Тору на горе Синай. На следующий день после Синайского откровения седьмого Сивана Машей поднялся на гору Синай на сорок дней, чтобы получить там Тору. Какую Тору он там получил? Ту, которую мы держим в руках? Синюю. То, что в наших руках называется Тора письменной? Хотите назовите Хумаш, эти книжи? Письменную Тору записал Машей под диктовку Творца уже после того, как спустился. Более того, эта запись растянулась на сорок лет, ну, в течение странствования по пустыне. Да что же Машей получал сорок дней и ночей на горе Синай? Он же там ничего не записывал. О, это была Тора устная. Что это за Тора? Не наша тема, чуть напомню, в общем, коротко. Что есть Тора? Без этого ничего не помню. Когда мы держим книгу в руках, это может сильно привести в заблуждение. книга, книга. Тора это не книга. Тора это сама реальность. Сказано, что Тора предшествовала творению мира. Более того, сказано, что Творец как бы смотрел в Тору и творил этот мир. То есть, Тора это точный план мира. Там конечная цель творения и пути его осуществления. Там смысл и содержание человеческой жизни, а заодно и всего мир. Тора это мир такой, как он есть, во всей своей неимоверной сложности. Ну что, этот реальный мир скрыт от обыденных глаз, толстой перегородкой человеческих страстей, привычек, эмоций, фантазий. И только тот, кто сумеет очиститься от всех пристрастий человеческих, сумеет добраться до нее. Вот так и было с нашим прадцом Авраамом, который первый в мире очистил свою душу и нашел в ней Тору. Поэтому не должно удивлять, как так, что он соблюдал в Западе, где Тора еще не была дана. Верно? Тора не была дана, но для тех, кто ее взял, то есть, кто не ждал, а кто ее искал, она всегда была. Авраам сам докарабкался до нее, образно говоря, взобрался на небо. Его никто не обязывал все соблюдать. Он сам это понял. Авраам первый раскрыл Тору. Ну, это было познание индивидуальное. А вот исправление мира, повелеваемое в Торе, могло осуществиться только через познание общее. Поэтому на следующем этапе Тора должна была быть дана потомкам Авраама как народу. И когда пришло на то время, позвал Торец пророка Моше к себе в духовную область мира. И там была дана ему Тора, тот самый план мира, сама реальность. Мы ее называем Торой устной, потому что была дана Моше не в письменном виде, а в устной. А заодно по той причине, что и дальше она также передавалась о узком. И только когда Моше спустился на землю, он записал ту же Тору, но уже в письменном виде. Он тем самым как бы спустил ее на землю, в этот мир. Как это понять на нашем бытовом уровне? Это подобие того, как вы пришли на лекцию. Скажем, она длилась два часа, внимательно слушали и заодно конспектировали. После занятия вы с удовлетворением просмотрели конспект, и он вам тут же напоминал все детали лекции. Сколько это заняло? Две минуты. В конспекте все коротко, только намеки. И тут обратите внимание, это принципиально. Без прослушивания всей лекции конспект это листочек за корючками. Ничего не понятно. А с другой стороны, кто слушал лекцию, этот конспект помогает восстановить в ней все забытые детали. Вот это и есть соотношение торы письменной и устной. Тора устная это как лекция, охватывающая все. Тора письменная конспект. Там есть намек на все, что содержит тора устная. Разница только, что этот конспект сам Бог надиктовал. Без ошибок. И тора письменная безустная и устная не понимается. К примеру, когда в торе написано, скажем, в суке сидите семь дней. Там нет никаких описаний, что такое сука, в каких размерах и чего сделано и масса других деталей. Тора повелевает накладывать филе. Но что это там не написано? И так далее. Массу пример. Очевидно, что тора письменная содержит в себе только намек и на гораздо более широкое понимание и содержание, которое находится в торе устной. А с другой стороны, чтобы не было искушения к торе устной что-то от себя устно добавить, необходимо, чтобы этому была основа вторая письменная. Асмахтом ее называем. То есть между торой письменной и устной существует не только непосредственная связь, но и полная зависимость. И одно выводится из другого, и одно без другого нелегитимно. Итак, тора это тора устная. Тора письменная это ее божественный конспект. Теперь представьте, что перед нами задача освоить тору. Как это возможно? Но тут мы чуть-чуть подбираемся к пониманию разницы между торой Машеев и торой Рабиакива. Есть два пути постижения тора. Один путь в путь нашего учителя Машеев. Он получил всю тору непосредственно от самого Творца. Как он это делал? Слушал, переваривал, запоминал, а затем непосредственно исполнял. То есть это в какой-то степени для нашего понимания это постижение во многом зависит от памяти. А запоминание зависит от душевной заинтересованности. Чем больше заинтересованности память лучше работает. Память зависит от открытого жаждущего сердца. И вот подобная передача торы продолжалась много поколений и после Маша. Сколько? Столько, сколько существовали пророки у нас. Но со временем, когда пророчество было отобрано у еврейского народа, когда размер того самого жаждущего сердца уменьшился, это случилось в начале второго храма, передача торы изменилась. Теперь пришлось опираться не только на передачу тору устной, но и на расшифровку намеков торы письменной, которая привела гораздо большему раскрытию и развитию торы устной. Тора теперь переходит от пророков в руки мудрецов торы. Они начинают кропотливую работу толкования текста письменной торы путем талмудической логики. Есть 32 логических закона, посредством которых тора анализируется. Дрошок, Пельпули. Вот тогда и начинается бурное развитие устной торы, которую мы не находим во времена судей и царей первого храма. И так существовало два подхода передачи торы во всех поколениях. Вначале была эпоха пророчества. Она начинается с Моше, от него переходит к Ишуобе Нуну, от него к суде, и от них пророков. И заканчивается во время начала становления второго храма. А затем наступает эпоха передачи через мудрецов торы. Теперь он весь чуть проясняется. Наш учитель Моше был пророком. Раби Акива представителем мудрецов торы. Точнее, Моше приобрел тору как пророк, Раби Акива постиг ее как мудрец человеческим умом. Поэтому говорит Рама Мипану так же как тора письменно относится к Моше, так же тора устно к Раби Акива. Как бы корень письменной торы это Моше Рабейну, а устный Раби Акива. Это два разных подхода. И тут выясняется неожиданно. Если вы нас спросили, а ну скажите, какой путь более предпочтительный? Очевидно, путь пророка, путь пророческий. Вот интересно, сказано в трактате Вава Батра Хахама Див Минови мудрец предпочителен, чем пророк. В этом говорит Медраж Бамидбараба. Тот, что не раскрылась Моше, раскрылась Раби Акива и его товарища. Слушайте, как это понятно? Что ему раскрылось, что не раскрыло самому Моше Раби. А ну постепенно. Когда творец передает знания пророку, его сознание как бы отключается. Он становится исключительно воспринимающим, приемником. Пророк теряет во время пророчества свою независимость и всецело зависит от творца. И восприятие идет непосредственно. Не через его разу. При этом такое понимание невыкновенно, глубоко и ясно. В отличие от этого мудрец может постичь истину путем умственного труда, логики, умозаключения. Это сила независимая, она способна раскрыть что-то новое. Ум, он внешний к исследуемой реальности. И так как он подобен разуму творца, то способен по подобию понять духовный, скрытый мир. И поэтому может раскрыть в ней гораздо больше деталей. Восприятие пророка в общем сначала на конец. Сказано Машей, что его можно сопоставить со всем остальным народом. Шакулькин иногда. Поэтому и Тора было им воспринято в виде корней и общих правил. А вот уровень постижения Торы со стороны мудрости это постижение частных деталей. А от них и понимание общего и корней. это понимание с конца на начало. Это была Тора Раби Акиба. Теперь яснее становится то, что сказано в одном из мудроше и то, что ученик в будущем раскроет перед своим учителем уже было дано Машейна Гарасинай. Что это такое? Как-то понятно смысл этого. Нет ничего нового в мире. То, что будет в будущем раскрыто на самом деле уже было дано Машейна на уровне пророчества. Но как? В виде общих правил со стороны духовных корней. А когда придет мудрец, он из общего, из корней, вы видите частную. вот в этом мудрец и предпочтитель именем. Вначале Машей спустил Тору на землю, чтобы она была доступна всем, но корни остались скрытыми. Поэтому учили это, как и Аллахаламашеми логики, хасерод вейтерод, лишние достающие буквы из этих коронок на буквах и даже из кончика буквы Юц, это то, что раскрывает мудрец из скрытости. То есть рабе Акива ничего не добавил нового, чего Машей Рабейну не знал. А только то, что Машей Рабейну получил как пророк, как подарок изнутри, рабе Акива толковал и расшифровывал умственным трудом, путем толкования каждого намека в письменном тексте Тор, в коронах, в точечках, за корлючках, которые творец прикрепил именно для того, чтобы мудрецы смогли их раскрыть. Именно для этого. Это и объясняет отношение Творца к Таре Машей Рабейну и Рабе Акива. Чуть объясним подробнее. Вот на что это похоже. Скажем в образной форме. Цар хотел подарить любимому сыну подарок. Думал, думал, и повелел слугам построить ему сад. Но не простой, необыкновенный. Только внешне он выглядит себе таким простым садиком. А на самом деле там спрятано много приятных сюрпризов. Какие-то скрытые фонтаны, какие-то тайники с драгоценными камнями, ценные и величайшие растения. Тут что-то необыкновенное. Пришел день рождения. Отец торжественно привел сына к этому саду. Вот сын, тебе подарок. Сын зашел, посмотрел. У, сад, ты смотри, да, красиво. Пап, спасибо. И пошел играться дальше со своим телефоном. Это отца очень-очень горчит. Очень-очень. Но если сын присмотрится и найдет все, что творец ему уготовил, вот это точно, что творец и желает больше всего. От этого отец обыкновенно возрадуется. Так и тут. Творец вложил в этот мир много тонкостей сюрпризов. Он жаждет труда и пота от его сыновей понять, как этот мир сотворен и как это зашифровано в Торе. Это то, что творец больше всего желает и ждет. Поэтому Тора мудрецов, которые своими силами раскрывают секреты Торы, она более жила на Творцу, чем Тора пророков. Поэтому труд именно раби Акива, который больше, чем кто-либо другой до него и после него вложил пот и усилие, чтобы понять и расшифровать Тору был так оценен. Поэтому именно для него сам Творец надевал короны на буквы. Ведь сказано в буквах раби Акива каждую корону над буквой он трактовал 365 путями. Этот труд и возлюбил Творец. Поэтому и прикрепил для раби Акива короны над буквами. Надеюсь, чуть прояснилась та агадас, с которой мы начали. Машей не понимал Тору раби Акива, потому что раби Акива говорил о частных деталях, которые он вводил путем логики. А Машей рабейн узнал это как общее правило, которым посты как пророк. Получается, что все включено в Тору письмину. Но Машей не понимал это тем образом, который понимал это раби Акива. Поэтому не хватало ему сил. И это продолжалось до тех пор, пока не услышал, что сам раби Акива отвечает, ну это закон от Машей с горы Сина. То есть оба пути и пророческое постижение и пути логики разума человека приводят к тому же результату. Только пути постижения разные. Мудрецы развили устную Тору через раскрытие тех корней и общих положений. Роки получили Тору непосредственно. А мудрецы развили и устную Тору через раскрытие тех корней и общих положений заключенных в Торе письменными. И это развитие устной Торы, которая началась в начале второго храма, дошла до своего апогея в поколении раби Акива. Поэтому когда мы говорим о устной Торе, то говорим о рабе Акива. Знаете, кто в курсе? Когда хотят перечислить откуда наше познание в Торе, то так сказано в трактате Санедрин, просто Мишна, то есть без указания автора, значит ее автор это раби Мейер, просто Тосефта это раби Нехемия, просто Сифра раби Юда, Сифры раби Шимон, и сказано дальше вы кулили бы до раби Акива. Не все согласно раби Акива. А раби Акива есть множество описаний в Толмуде. Четверо вошли в Пардеюс, во все части понимания Торы. Но только раби Акива вошел туда с миром и выжил именно он более чем другие вошел во внутреннюю часть Торы, пытаясь постичь даже мельчайшую деталь, поэтому заслужил быть корнем устной Торы. И вот в период самого наибольшего развития происходят трагические события. Сказано в трактате 12 тысяч пар учеников было у раби Акива и все они умерли в промежутке времени между Песохом и Шаботом. И дальше сказано, что мир опустел и Тора была как бы забыта. Что-то написано. В это же время жило много других мудрецов и у них были ученики. Обратите внимание, оценка раби Акива и уровня его учеников была настолько велика, что все мудрецы согласились, что без них мир как бы опустел. Без Торы раби Акива нет в мире содержания, он пуст. И так и было, пока не спустился раби Акива на юг и не нашел там пять детей. Мейрки, Юдалы, Йосали, Шимали, Лезерки. И из них выросли знаменитые мудрецы Торы, Танаим, через которых прошла вся Тарак. Это как раз те имена, которые мы с вами перечисляли. Знаменитый раби Мейр, раби Юда, раби Шимон, он же раби Шимон Барюхай, автор книги Зоар, раби Йоси, великий раби Елизар. Тара, которая у нас вся прошла через этих учеников. Не вся она, а раби Акива. А вот торы 24 тысяч умерших учеников раби Акива, это у нас нет. Это была колоссальная национальная трагедия. Это не только их наказали, это было наказанием всего народа. Потому что за короткое время она потеряла тысячи своих духовных наставников, и по выражению Талмуда мир опустел. И тут только начало ответа на вопрос, а почему это стало народным трауром. Причина траура не столь память о 24 тысяч усопших учеников. Мы даже их имен не знаем. А то, что та Тара, которую они получили из уст раби Акива, она была потеряна. Ведь каждый получил от раби Акива согласно корню его души, и все это исчезло. Теперь может быть уместно спросить правомерный вопрос. А из-за чего умирали ученики раби Акива? В чем был их грех? Там же в трактате Абамот раскрытые причины. Написано там так. 12 тысяч пар учеников раби Акива умерли между Песохом и Шавуотом из-за того, что они относились друг к другу с уважением. Вы слышите? Мы бы подумали, что-нибудь такого уж на делали. А оказывается, что все вертится вокруг того же уважения. Каждый человек хочет быть значимым, неуважаемым. Секундочку. Ученики раби Акива не уважали друг друга. Как это мы можем себе даже представить? Сидят Хеврута, двое учатся, один выдвигает свое понимание, другой не слушает, перебивает, говорит свое, а тот сарказом отрицает его мнение. У них было так же, как у нас. Можем ли мы вообще представить себе, что ученики великого раби Акива не уважали друг друга? Даже приблизительно нет. Теперь спросите, откуда вы это знаете? Ответ, потому что не сказано, что умерло 24 тысячи учеников, то есть каждый сам по себе, а сказано 12 тысяч пар, чтобы именно подчеркнуть, что были парами, относились с уважением друг, к другу, выслушивали, не оттачивали рассуждения в вежливых и корректных спорах. 12 тысяч пар. К тому же время, когда все события происходили, это время от Песоха до Шивота, время от Чета Омера. Как мы учили, это дни особые, дни совершенствования себя, особенно в области отношения между людьми, где даже нам есть в чем продвинуться, а тут речь идет о великих учениках раби Акима. Именно в эти дни они не уважали друг друга. Да как же это понять? Что значит не уважали друг друга? По-простому, коротко, мера правосудия Творца по-разному относится к людям. Есть, кого спрашивается строго, а есть, на кого как бы глаза прикрываются. Все зависит от уровня человека. Надо, чтобы понять. Скажем, ошибка слесаря на заводе стоит 5 долларов, а вот директора завода миллионы. Чем выше человек забирается, тем больше ответственности он несет. Чем ниже, тем меньше. Ученики раби Акима находились на самом высочайшем уровне ответственности. Поэтому для них даже самое тонкое отклонение от уважения, которое у нас даже бы не было бы замечено, судилось мера правосудия самым строгим образом. тем более и тем более в дни умера. Это в общем. А в частности, в чем же был их тончайший грех? Смотрите, когда мы говорим о прошлых поколениях, вообще не нам их обсуждать. Не нам их обсуждать. Это даже не в нашем представлении. Если мы это говорим только для учебы, чтобы что-то понять и для нас. только потому, что сами мудрецы копались в этом. Так вот, есть мидраж. Рассказывается, что после всего, что случилось, обратился раб Акива к новым ученикам и предупредил их такими словами. Не будьте недоброжелательны друг другу, как предыдущие ученики. Вот тут намек. В чем была причина смерти учеников раба Акива? Друг друга надо не только уважать, человеку Тора необходимо быть еще доброжелательным. И в этом был у учеников раба Акива тонкий недостаток. Что значит доброжелательность? Доброжелательность это радость за успехи другого человека. А что значит недоброжелательность? В своей крайней форме это ощущение, что тебе плохо, когда другому хорошо. Типа узнал, что кто-то получил пятерку, настроение сразу упало, ну типа плохо стало. Услышал, что одноклассник стал директором и впал в депрессию. И типа это. А в нашем случае? Тут недоброжелательность гораздо, гораздо тоньше. Когда посередине учебы один из пар учеников Раби Акива говорил что-то, ну что-то дельное, то у второго было ощущение, что он у него забрал это открытие. Это не радовало его, как будто он сам это раскрыл. Это что-то едва ловимое человеком, но явно и ясно раскрытое Творцу. Иногда спрашивают, а какие испытания есть у правильного человека? Поро бывает человек, все соблюдает, молится, делает добрые дела, осторожен во всем и дай Бог, чтобы что-либо не нарушить из того, что Творец повелевает. И бежит, выполняет все, что он повелевает. И тем не менее, вы слышите, тем не менее, считается врагом Творца. как это может быть? Как? Мешает ему, что другие так же праведно себя ведут, так же любят Творца и исполняют его повеления. То есть, получается, что такой человек, что, соблюдает, но в конечном итоге не из любви к Творцу, а из любви к себе. Не из почести к Богу, а к себе. Вот и лакмусовая бумажка даже и для нас. Каждый может себя проверить на своем уровне. Он ищет почести себе или Творцу. Как? Если он видит своих друзей, знакомых, преуспевающих в учебе и служении, и при этом рад за него всем своим сердцем, ну, признак, что желает почести небесной. Знаете, один глава Ешивы показал с гордостью знаменитому рабу Деслеру на своих учеников. Вот, мол, видишь, с каким упорством они учатся? Спросил его Равдеслер, скажите, пожалуйста, а если бы вы увидели, что так же хорошо учатся в другой Ешивы, вы бы точно так же были бы рады и горды за них? Если нет радости за почесть Творца, значит, тут примешана почесть самого человека. И как она добивается? И вот тут мы пришли к очень важной точке понимания. Она добивается посредством Торы. Ого, вот это уже смертельный номер. Вот это уже опасно. Это опасная зона. Теперь, надеюсь, яснее становятся слова мудрецов перке вовс. Тот, кто пользуется короной Торы, нет у него права жизни. То есть, если есть примесь, хоть немного лишнего пристрастия к учебе Торы, чуть-чуть себе, ну, чтобы уважали. Вот, Раф, вот, мол, знаю. лучше, чтобы не жил в этом мире. И чем выше человек поднимается в духовности, чем больше он Раф, тем больше к нему требований. И тем более, тем более, когда речь шла о высочайшем уровне учеников Раби Акиба. у 12 тысяч пар учеников Раби Акиба внешне все было на высочайшем уровне уважения. Никто бы не придрался. И только там внутри, только сам Бог мог различить ту толику досады из-за того, что и его Хеврута, его напарник тоже так же преуспевает. У него тоже прекрасная идея возникла. О, это уже воспользуется короной Торы. Поэтому смерть учеников Раби Акиба произошла именно между Песахом и Шеврута. Потому что именно эти дни являются днями почести Торы, днями приобретения Торы, истинного духовного роста. И именно в эти дни ученики Раби Акиба не только что не поднялись и не справились, а остались такие, как они есть. Поэтому и пробудили высшую меру правосудия и строгости. К тому же основная миссия учеников Раби Акиба была в том, чтобы передать Тору Раби Акиба дальше, во все поколения. Как мы упоминали, это корень сей устный Тор, это вершина. А там, где вершина, там и требования особые. Не только что такая Тора должна была быть передана в полноте и совершенстве, но чтобы и те, кто передают эту Тору, должны были быть совершенны. И если в них есть какой-то недостаток, это уже не Татара. Вот поэтому, согласно их уровню, по мере правосудия уже не было места в этом мире. Так известно, после этих трагических событий указал Раби Акиба на повеление Торы возлюби ближнего как самого себя и установил. Знаете, это большое правило в Торе. То есть, это великое правило, от которого зависит, будет Тора существовать или нет. На уровне практическом основная работа в эти дни исправление своих человеческих качеств. То есть, как мы раз уже говорили, не может поместиться небесная, святая и совершенно абстрактная Тора в сосудник чистый. Свой характер надо менять. Поэтому каждый год установили в эти дни изучать Перкея Водс, как подготовка к животу и все остальное, о чем мы говорили в прошлом. Так вот, корень всех этих изменений в качестве человека это возлюби ближнего как самого себя. Но это отдельная тема. Не будем ее трогать, иначе улетим в другое место. Это два слова, почему были наказаны ученики Равиакива. Почему траур до сегодняшнего дня. Итак, скоро Лагба умер. В этот день траур прекращается. Не то, что траур прекращается, а этот день еще установлен как и день радости. Ну, кострич будут, все их номером на могилу кражут. Давайте попробуем это понять чуть поглубже. В этот день не только прекратилась эпидемия и ангел смерти оставил учеников Равиакива. А в этот день, как мы уже упоминали, произошли еще два события. В эту дату уполномочили пять учеников Равиакива и среди них Ражби раввинским званием. В эту дату покинул этот мир сам Рави Шимон Барихай. И это причина радости в этот день. Ну, насчет первой причины понятно. Ведь когда Равиакива удалось передать Тору своим новым пяти ученикам, тем самым Тора Равиакива была спасена. Как сказано в трактате Гетин, сказал Рави Шимон ученикам, учите мою Тору. Ведь она часть от части Трумот Метрумот от Торы Равиакива. В этом смысле Лакба омер, когда были даны полномочия пяти ученикам Равиакива. Это был как бы день Синайского откровения. Чуть проясним. Есть известная противоречия. С одной стороны сказано, что поколения выходцев из Египта приняли дарование Торы с радостью. Сказали, что сделаем и выслушаем. На Севенишма. С другой стороны Метраж говорит, что Творец дал им Тору насильно, вопреки их желанию. Как это понять? Разнесает Метраж. Тору письменную приняли с радостью, а вот устную, которая требует колоссальных усилий, чтобы ее усвоить, не хотели. И только около восемьсот лет после этого, находясь в изгнании в Вавилоне, когда происходили события, описанные в Мегалат Истер, Пурин, вот тогда первый раз устную Тору, то есть авторитет мудрецов, приняли с радостью. Это было началом развития устной Торы. И, как было сказано, свой апогей, это развитие достигло второе раби Акивы. Поэтому тот день, когда Тора раби Акива была спасена и передана верным ученикам, был как бы днем принятия Торы заново, как бы днем синайского откровения устной Торы. Поэтому и установили Лакба Омер как день радости принятия устной Торы на все поколения. это вот такой праздник. Ну, это понятно со стороны передачи рабинского авторитета. Но почему празднуют день смерти рожды, да еще кострами? Ну, в принципе, должны были установить в этот день пост. Как, например, есть кто постятся в день смерти нашего учителя Маши. Как это понять? Интересно? Рабий Цада какой? Объясняет это так. Когда умирает мудрец, корень души которого из письменной Торы, в день его смерти устанавливают пост. А мудрец, корень которого из устной Торы, наоборот, день его смерти это день радости. В принципе, такой день должен был быть установлен в день смерти раби Акива. Но из-за того, что он погиб самой жестокой трагической смертью, то день радости установили, но не в этот день, а в день смерти его ученика раби Шамон Барьюхая. Надея всем известно, кем был раби Шамон Барьюхая. Он был тем учеником, который продолжил Тору своего наставника раби Акива. Именно он развил и передал своему ученикам великие секреты Торы, которые были впоследствии записаны и известны теперь нам как книга Зуар. Она раскрывает потайной истинный смысл скрытых в Торе. Трудно найти и представить еврейский дом без книги Зуар. Не так просто понять, что там написано, но кто достаивается этого? Ведь это огромный свет и тепло, которое исходит из Торы. Так вот, в тот самый день, который был последним в его жизни, раби Шамон Барьюхая провел со своими учениками, раскрывая им самые заветные секреты Торы. То есть, туча Сзора, известную как Идразута. И как известно, Тора Учителя усваивается в сердце учеников только в день его смерти. И заодно, так как сам Ражвий завещал ученикам отмечать день его смерти не трауром, а радостью, то, как вы понимаете, достаточно причин, чтобы этот день, 33-й день Омера, стал днем радости на все поколения. И так как в этот день раскрылся свет и тепло, спрятанное в Торе, то это подобно тому, как огонь высвобождает из дерева свет и тепло. Поэтому стала традицией зажигать костры, которые, если присмотреться, задуматься, напоминают нам Тору Рабишима Барюха и Раби Акиха. И, надеюсь, все знаете, при этом это не простое времяпровождение около костра, оно используется для восхвалительных псалмов, для восхваления Рабишима Барюха и Раби Акиха Этот текст есть в любом сидуре. Он необыкновенно глубокий. Никто не удостоился большей почести, чем Рабишима Барюха. Ведь никто не повлиял так на все поколения, как Рабишима Барюха. Знаете, может быть, чтобы понять поглубже, что было сказано, поделюсь с вами тем, что я однажды слышал от истинного мудреца Тора нашего поколения, Раби Муше Шапира. Попробую пересказать вкратце то малое, что смог понять. И вполне возможно, что это соберется сказано как-то вместе. Может быть, чуть прояснил. Раб Шапира начал говорить о трауре, который был установлен из-за того, что Тора Раби Акива была утеряна. Значит, что это за тара? Что за Тора Раби Акива? Он привел ту же упомянутую гмору из Меноход, где описывается в аллегорической форме, как наш учитель Маше застал творца за тем, что он прикреплял к буквам Торы корон, венцы. Надеюсь, вы помните. спросил его Маше для чего это? Ответил ему творец это не для тебя, это для одного человека, который будет жить в будущем, Акива Бенесеф, имя его, и он будет толковать и выводить из каждой такой короны огромное количество законов. Спросил Раб Шапира что из этого можно понять? Как минимум, что те самые короны, которые прикреплял Творец к буквам, вот там и находится Тара Раби Акива. Истинная Тара Раби Акива в этих коронах. А что за короны? Короны это не часть буквы, она на дне, тем самым она присоединяет букву к тому, что вверху, к тому, что на дне. Поэтому корона это истинная глубина, спрятанная в букве. Это как корона на голове у короля. Что делает эта корона? Она раскрывает кто он и есть. Это и есть Тара Раби Акива. И вот интересно, сказал Рабша Пирата. Откроем Талмуд. Там Раби Акива упоминается много-много раз. Но там нет никакого упоминания, что мы учим Тару Раби Акива из корон букв. Мне даже набег. Где же Тара Раби Акива? Где? Есть мидраж буквы Раби Акива? Но нет корон Раби Акива? Нет. Простого понимания. Даже намека. Только внутреннее скрытое содержание. Тайн. Сон. В коронах секреты тоже. Короны раскрывали какому корню принадлежат буквы. И эти корни не находятся тут в этом мире. Они скрыты. Они там в 50-х вратах мудрости. А уже разбирали. Этот мир соотносится семеркой. В этом мире есть вниз, вверх, вправо, влево, вперед, назад. И все исходит из внутренней точки. То есть в общей сложности семь. Теперь каждая семерка содержит себе те же самые семь в общей сложности сорок девять. И пока не спрашивайте как это получается. Так вот Маше были раскрыты сорок девять ворот мудрости этого мира. А вот 50-й были скрыты. Он их не удостоился. Так вот тот что не удостоился Маше удостоился раб и его ученики. Они постигли эти 50-е ворота мудрости. Они находились в этих коронах. Они раскрывают связь с буквой с тем что над ними корона это сот тайна. Поэтому и не описано в Талмуде. Корона в мире высшем. Их функция соединить эти миры это врата 50-й. Не это то что учили 12 тысяч пар в вешиве рабе Акива. Что учили вешиве рабе Акива? Тору рабе Акива. Там учили короны рабе Акива. Вот сейчас можно глубже понять что там произошло. Дело в том что в месте где учат короны венец Торы там придавлены особые требования. Чем ближе короне Торы к царю тем больше ответственности там претензий больше больше строгости. Метраж говорит кто хочет удостоиться короны Торы должен быть необыкновенно осторожен с каждым ее знаком. Осторожно. В короне находится почесть Торы. Понятие короны по сути означает почесть уважения кого-то. Корона букв это почесть Торы. И в заслугу рабе Акива творец одел короны на буквы. Тем самым рабе Акива как бы украсил придал Торе почесть. И эту Тору хотел рабе Акива передать своим ученикам на все поколения. Вот тут и ключ к пониманию смерти учеников рабе Акива. Хотя на первый взгляд все заключалось в том как было уже сказано что недостаток был в их отношении друг к другу. И это верно. Но за всем этим недостаток почести по отношению к самой Торе. Ведь как известно кто пренебрегает мудрецом Торы пренебрегает самой Торой. Знаете Равша Бира объяснил это глубже. Он привел известные слова Рамбам. Говорит несмотря на то что Тору обязаны учить и днем и ночью все же большую часть мудрости человек приобретает ночью. Поэтому кто хочет удостоиться короны Торы так и написано должен быть необыкновенно осторожен в ночное время чтобы не растратить его на сон еду и пусты разговор а заниматься только мудростью Торы. Так пишет Рамбам. Тору учат ночью. Ночью человек находится один без Хеврута. Когда учится днем с Хеврутой то надо как-то отнестись к нему к остальным спросить ответить. Когда человек находится ночью он сам собой. Он полностью сосредоточен. Поэтому большая часть мудрости приходит к человеку когда он может сам переварить то что он учит. И прийти к новым выводам. Начать надо вдвоем. Ох Хеврута уме тута. Или напарник Баучёги или ты умрешь. Начинать конечно нужно но там в конце только один может достигнуть самой глубины. Кто хочет добиться короны Торы должен беречь каждую ночь. Учить один. Так вот Бет Медраж Ешива где учили Тору Раби Акива это был Бет Медраж единиц. А в Ешиве отдельно нужно другого уважения. Учёба коронам это учёба индивидуальная. Учёба ночью не совсем. Так удостаиваются короны Торы. В таком Бет Медраж надо вести себя совсем по-другому. Там каждый индивидуум и нет ему подобного. Там каждый ученик царь. Он исключительный. В таком месте нельзя просто так относиться к другим. У каждого есть то, что нет у другого. К царю относятся по-другому. К нему требуется особое уважение. Не как части общей. Откуда может прийти почесть? Уважение почесть может прийти только со стороны того, кто может его не дать. Кто может не уважать. Уважение кого-то обязано прийти как выбор от того, кто может унизить. Поэтому любое отклонение это смертельное занятие. От учеников раби Акива требовало что-то другое. Другие отношения. Об это не сказали мудрецы Торы и штаммеш бет агахами. Кто хоть как-то пользуется короной Торы не по назначению, нет ему места в этом мире. И когда не было уважения к короне Торы в своей полноте мера правосудия было приведено в действие 24 тысячи учеников раби Акива умерли и мир опустил. Нет 24 тысячи учеников которые учили эти тайны. Нет Торы раби Акива. Корона Торы исчезла. Но раби Акива не отчаялся. Он нашел пять достойных учеников и передал им эту Тору. И открытую внешнюю и внутреннюю. А в одном из пяти этих учеников Тора раби Акива получила своего наиболее достойного преемника. Это был раби Шимон Барюха. И в день его смерти раскрылась и наибольшая глубина Торы раби Акива. Это тот, что он все же восстановил из Торы раби Акива. Не всю Тору 24 тысяч учеников на ее избранную часть. Той Торы у нас нет. Мы еще ее не удостоились. И тут раскрыл раб Шабира большой соц. Что стыд всем этим? Тора раби Акива это была Тора Машьяха. Из Ешивы 24 тысяч учеников раби Акива должно было выйти полное исправление миру. Раби Акива всю жизнь был занят тем, чтобы исправить мир и привести Машьяха. Он был во главе тех четырех, которые вошли в Пардес. Что они туда вошли? Чтобы исправить грех первого человека. И увы, это им не удалось. Он бежал за варку Зива, полагая, что он может быть Машьяхом. Но увы, он был уже Машьяхом. Тело раби Акива было разрушено самым страшным образом. И об этом сказано в той гморе в трактате Миноход. Помните в продолжении разговора Маше и Творца? Мы с этого начали. Когда Маше вернулся из Ешивы раби Акива, он обратился к Творцу. Ребенош Илла есть у тебя такой мудрец, и ты даешь Тору через меня? Ответил ему Творец. Молчи. Так должно быть. Тогда спросил Маше, ты показал мне Тору? Ну покажи награду за это. Показали Маше, как терзая тело раби Акива железными граблями. Скрипнул Маше, это Тора и это награда за нее? Ответил ему Творец теми же словами. Молчи, так должно быть. Вы чувствуете, это порождает множество вопросов. Снова только чуть-чуть то, что сказал Раб. Что значит молчи? Нельзя было обратиться повежливее? Послушайте, молчание это то, что нельзя выразить словами. То, что можно понять, но не через слова и буквы. Раби Акива можно понять только через короны букв. Корона это молчание букв. Это молчаливая часть буквы. Обратите внимание. Два раза ответил творец Маше Рабейну по отношению к Раби Акива молчи. Тут не говорят. А Маше так как он короны не получил, они не были его, то он спросил разговором, словами, буквами. А творец ему ответил. Тут не говорят. Тут молчат. Это короны. А там где короны, там мера правосудия. Там так должно быть. Так должно быть. Да. Раби Акива всю жизнь был занят тем, чтобы исправить мир и привести Маше. Маше. В книге Бемидбер находится проклятие пророка народов мира Белама. И в них, как тот толкует комментаторы, он упоминает им Аше. Машех. Дарах кухав мя кухав намек намек. И как известно, Творец перевернул проклятие в благословение. Но в последний момент Беламу удалось все поднапортить. Ну, описано там. Я надеюсь, вы все это знаете. Как раскрывают мудрецы, благословения снова вернулись в проклятие. В том числе и о приходе и шьет. Как? Ему удалось испортить своим советом. Бог этих ненавидит распутство. Это все, что он сказал. тогда царь Балаке, Моавитяне послали своих дочерей, чтобы совратить сердце народа. И как нам известны старые, им это удалось. Ну, и тогда начала эпидемия. И погибло 24 тысячи человек. 24 тысячи парней. Вот это проклятие дочерей Моава висит на нас и до сегодняшнего дня. И этот грех распространен во всем нашем народе, везде, кроме Батеми Дрошоц, кроме Иши Водз. Поэтому кто там должен исправить этот грех. Из Моава должен был выйти Машиах, Рабьяки Ворода Матрут Мавитянки. Поэтому на нем была особая миссия исправления проклятия в Благословении. Поэтому он и основал Ишиву, которая должна была исправить этот грех. Вот это то, что раскрывает Рама Мепана, когда он пишет, что 24 тысячи учеников Раби Акива должны были исправить грех тех 24 тысяч умерших от эпидемии в Шитим из-за дочерей Моава. И если бы они исправили грех дочерей Моава, Машиах пришел бы сразу. Вот эту Тору, Тору Акива учил своих учеников. Но она ушла из мира с их смертью. И возродилась благодаря Раби Ишимон Барюхая. И в наивысшей форме проявилась в день его смерти. Раби Ишимон Барюхая ушел из мира раскрытием глубины Торы Машиаха. Поэтому мы радуемся в этот день. Этот день это день раскрытия Торы Раби Акива. Торы, которые учатся из корон. Торы, которые дают свет и тепло. Торы, которые будут вдохновлять нас до прихода Машиаха. Всего доброго.